После убийства фельдшера скорой помощи президент поручил создать рабочую группу, которая разработает программу защиты медработников. Выслушать предложения самих медиков в Запорожье приехал замминистра здравоохранения Роман Богачев. Также он проведал врача и еще одного фельдшера, пострадавших при нападении. С подробностями Александра Глазунова. Фельдшер Евгений о жутком инциденте помнит мало. Говорит, все произошло за долю секунды. Темный подъезд, кислотная атака и крики «убью». Сейчас мужчина в больнице вместе с коллегой-врачом, приехавшим с ним на фатальный вызов. Тому кислота попала прямо на лицо, плечи, еще и задела ледорубом. Уверен, частичная ответственность за случившееся лежит и на диспетчерах скорой помощи. К сожалению, они уже не соответствуют. Они знают ни компьютерную систему, не отслеживают ни адреса, где были вызовы, ничего. То есть это не служба 911, где оператор проводит контакт до приезда бригады, не покидая. То есть он все время на контакте, тот, который звонит, он слышит его эмоции, слышит все. Зам. министра здравоохранения Роман Богачев встретился с медиками под станцией скорой, чтобы выслушать их предложения. Они говорят, проблема не только в диспетчерах и агрессивно настроенных людях. Согласно новым правилам, в рамках медреформы бригада скорой помощи должна добираться в село за 20 минут. Но за такое время найти ночью нужный дом невозможно. Нет указателей улиц, нумерации домов и достаточного освещения. И это может тоже вызвать гнев, негодование к нам. Для решения проблемы безопасности медработников по поручению президента создана рабочая группа. В ее состав вошли не только специалисты здравоохранения и правоохранители, но и депутаты Верховной Рады. Система экстренной медицинской помощи работает, работает достаточно эффективно. Нужно сделать акцент еще и на усилении безопасности непосредственно бригад скорой помощи. К сожалению, это следует констатировать. Не все мы успели сделать. Наша задача сейчас выработать предложение, что мы можем сделать на местном уровне, что нужно сделать на уровне государства для того, чтобы обеспечить безопасные условия работы и решить не только вопросы, связанные с безопасностью, но и вопросы, которые поднимают работники скорой помощи. Это освещение, нумерация домов и очень много других вопросов. Уже в начале июня в приемных покоях 9-й и 5-й горбольниц будут постоянно дежурить служба охраны и сотрудники милиции. Также планируют провести курсы повышения квалификаций для диспетчеров скорых. А в течение года разработают многопрофильную программу защиты медработников не только для Запорожской области, а и для всей Украины. Пострадавших врача и фельдшера вместе с семьями за счет горбюджета отправят в санаторий для реабилитации.